На днях мне попалась одна крайне интересная мысль. Суть этой мысли заключалась в том, что за последние несколько лет инвесторы пережили два диаметральных периода. 20-21 год, большая часть 21 года, это период, когда росло практически все. Инвесторы думали, что зарабатывают они деньги благодаря своим знаниям, навыкам или же каким-то экстрасенсорным способностям. Но что-то поменялось, как-то звезды поменялись с конца 21 года и по сегодняшний день все, что инвесторы испытывают, это лишь негативную переоценку. И дело в том, что первый и второй период времени результаты инвесторов, что в первый и во второй период времени, в значительной степени определялись не их навыками, знаниями, а в значительной степени определялись теми действиями центральных банков, которые были в тот момент времени и общими кондициями финансовой системы. Так вот, большинство инвесторов, что в первый, что во второй период времени, были лишь заложниками. В первом случае им дали заработать, а во втором случае у них эти деньги просто-напросто отняли. Хорошо, если вы успели в первом случае заработать, а не просто пришли на рынок, когда у всех инвесторов деньги потихонечку отнимали. Что же можно сделать в этой ситуации? Можно ли как-то повлиять на звезды, повлиять на центральные банки? Конечно же нет. Все, что мы можем с вами делать, это лишь адаптироваться к тем условиям, которые на сегодняшний день есть на рынке. Если условия для инвестиций благоприятны, мы должны пускать как можно больше своего капитала в работу и как можно больше брать на себя рисков. Если же ситуация обратная, если мы понимаем, что кондиции изменились, что действия центральных банков в ближайшее время будут направлены на отъем денег у инвесторов, мы должны максимально сократить наши риски и увеличить позицию в кэше. И наверняка те из вас, кто смотрит меня достаточно давно, знают, что все эти действия мною достаточно неплохо считывались. Например, по S&P 500 я еще в конце октября прошлого года говорил о том, что единственное, что может меня заставить покупать на текущем рынке, это пистолет, который приставит к моему виску. Потому что в здравом уме ни в коем случае не стал бы принимать на себя дополнительные риски в рамках тех кондиций финансовой системы, которые были на тот момент времени. И тут абсолютно не важно, про какой рынок мы говорим, будь то криптовалюты, акции, недвижимость, абсолютно не важно, потому что все рисковые активы имеют положительную корреляцию между собой и в значительной степени их динамика зависит не от внутренних факторов, а от той окружающей среды, от тех кондиций финансовой системы, в которых мы на сегодняшний день находимся. И понимая эти задачи, понимая эту боль, я решил расширить свой курс по криптовалютам, дополнив его необходимой информацией как раз таки по оценке состояния, текучего состояния финансовой системы и понимания того, что же будут делать в ближайшее время центральные банки и, соответственно, как это все повлияет на стоимость рисковых активов. Более подробная информация об этом курсе появится на следующей неделе, но уже сейчас вы можете получить весь материал по предварительной записи и со скидкой в 25%. Если вам интересно получить весь необходимый материал для работы на крипторынке, который позволит вам понимать, что происходит сейчас в финансовой системе, насколько благоприятны условия для работы или же неблагоприятны, ну а также получить инструментарий, который позволит вам определять наиболее интересные монеты на сегодняшний день, искать точки входа, строить портфель, управлять этим портфелем, управлять риском конкретной позиции и также риском всего портфеля. В общем, получить законченную систему принятия решений для работы на крипторынке, то пишите мне в телеграм, который вы найдете в описании к этому видео и там мы решим все технические вопросы. Ну и также все те, кто запишется сейчас по предварительной записи, получат бесплатный доступ в мой инвестиционный клуб, где делюсь в режиме реального времени своими мыслями по рынку и конкретными решениями, как в области криптовалют, так и в области инвестиций на фондовом рынке. Мой телеграм в описании, если все это вам интересно, пишите и мы решим все технические вопросы. Но в этом видеоролике мы поговорим подробнее, конечно же, о том, что в самое ближайшее время будет делать Федрезерв, что делают центральные банки, что на это влияет и какую стратегию стоит выбрать нам, инвесторам на текущем рынке. И начнем мы, пожалуй, с проблем, которые есть на сегодняшний день у центральных банков. И первая проблема, кроме инфляции, конечно же, о которой все мы с вами знаем, это рынок труда. И тут я хотел бы показать вам крайне интересную кривую, которая называется Beverage Curve. Суть этой кривой заключается в следующем. У нас есть с вами два основных показателя, которые определяют здоровье на рынке труда. Первый параметр – это безработица. И второй параметр – это количество открытых вакансий. Так вот, мы видим, что за последние 20 лет эти параметры, в общем-то, имели достаточно четкую корреляцию, которая определялась текущим состоянием экономики. Так вот, чем выше у нас была безработица, тем ниже, соответственно, был уровень открытых вакансий, потому что экономика в этот промежуток времени, очевидно, находилась в плохом состоянии. Люди были не нужны, никто не развивался, бизнес не развивался, соответственно, запрос на новую рабочую силу был низкий и была высокая безработица. Но дальше, по мере улучшения ситуации в экономике, мы видели, как безработица сокращалась, а спрос на рабочую силу у нас рос. Но что произошло за последние несколько лет? Дело в том, что тот диапазон, в котором эта взаимосвязь находилась последние 20 лет, очень сильно сместился. И что даже при очень большой безработице на рынке труда, все равно спрос на рабочую силу был достаточно высокий. И по мере сокращения безработицы спрос значительно увеличивался. Но что же в этом плохого, спросите вы? А дело в том, что это приводит к инфляционному давлению. Что если, несмотря на большое количество безработных, спрос на рабочую силу высокий, бизнес и работодатели вынуждены платить более высокую зарплату для того, чтобы закрыть, в общем-то, те вакансии, которые у них есть. Что в этом плохого, спросите вы, да? Почему должно это нас волновать? Да дело в том, что это приводит к росту инфляции. То есть более высокая оплата труда приводит к тому, что у вас в экономике начинает расти инфляция. И, конечно же, Федрезерв хочет с этим побороться. И это та ситуация, о которой я рассказывал в предыдущих видеороликах, что Федрезерв хочет повысить безработицу для того, чтобы побороть инфляцию. Но проблема в том, что уже сейчас мы видим признаки того, что экономика не просто замедляется, а она потихонечку сползает в рецессию. И что в этом году американская экономика вырастет всего лишь на 0,2%, и это по прогнозам Федрезерва. Так вот, опережающие индикаторы, которые показывают нам будущую динамику оплаты на рынке труда, уже сейчас начинают сокращаться. Что говорит о том, что в обозримом будущем мы можем видеть охлаждение, роста стоимости труда и, соответственно, уход вот этого инфляционного давления, с которым на сегодняшний день Федрезерв и борется. Кроме опережающих индикаторов, мы с вами видим, как падают, очень сильно падают открытые вакансии. И по истории, вот я тоже рассказывал в предыдущих видеороликах, показывал этот график, мы видим, что по мере сокращения спроса на рабочую силу очень быстро растет безработица. Пока мы этого еще с вами не видим, но ситуация может измениться очень и очень быстро, и буквально в самые ближайшие месяцы мы увидим рост безработицы, потому что на сегодняшний день бизнес-активность очень сильно замедлилась, и, соответственно, спрос на новую рабочую силу тоже замедлился. И все это должно подталкивать Федрезерв к тому долгожданному пивоту. Многие спрашивают, кстати, что такое пивот? Пивот – это разворот монетарной политики. То есть сейчас мы находимся в рестрикционной монетарной политике, когда ставки повышаются и баланс Федрезерва сокращается. Пивот – это означает то, что Федрезерв должен начать снижать процентную ставку и, возможно, как-то увеличивать ликвидность для системы. Так вот, ситуация на рынке труда, которую мы с вами только что рассмотрели, уже говорит о том, что у Федрезерва все меньше стимулов для того, чтобы повышать свою ключевую процентную ставку или же ужесточать свою монетарную политику теми темпами, которые мы наблюдали с вами в последнее время. Сегодня нас ожидает крайне важный отчет по рынку труда – это новые вакансии и уровень безработицы. Так вот, что интересно, по статистике за последние 25 лет сентябрь был самым плохим месяцем с точки зрения сюрприза, который мы получали вот по этой макро-статистике. Что это означает? Что значит плохой сюрприз? Это означает то, что, как правило, данные оказывались хуже, нежели чем ожидания. И на сегодняшний день рынок ожидает, что за прошлый месяц было создано 250 тысяч новых рабочих мест. И если вот эта статистика подтвердится, если мы получим данные хуже, чем ожидает рынок, это подольет еще большее масло в огонь разговоров о том, что Федрезерв находится уже, скажем так, в некой точке, где он готов сделать свой долгожданный пивот. Но и это еще не все. Дело в том, что многие центральные банки уже как бы де-факто, пусть, не знаю, в какой-то извращенной форме, но сделали вот этот долгожданный пивот. Например, там, Банк Японии, Банк Англии, ЕЦБ не за горами. Вот, то есть, ключевые центральные банки уже как бы в этой фазе разворота своей монетарной политики, несмотря на очень большую инфляцию. Почему? Да все очень просто. Система не выдержит. Не выдержит тех жестких мер по сжатию ликвидности. Очень все быстро начнет валиться. И, например, Кризис Виз – это такой первый сигнал, что система с текущим уровнем накопленных долгов не способна существовать в условиях ограниченной ликвидности. Так вот, еще один банк, Банк Австралии, потихонечку присоединяется к этой группе, и вот мы увидели повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов против 50, которые ожидал рынок. То есть, рынок ожидал, что ужесточение, темпы ужесточения монетарной политики будут одни, но де-факто получили более мягкие темпы ужесточения монетарной политики. То есть, тренд очевиден. Мы видим, что вот эта рестрикционная политика, она выдыхается, и уже многие центральные банки находятся, в общем-то, в фазе, когда либо уже сделали пивот, либо готовы сделать его в самое ближайшее время. Еще несколько интересных статистики, на которые я хочу обратить ваше внимание. Первое, это сезонный тренд в S&P 500, который мы с вами имеем, и что вот сейчас период начала предновогоднего ралли, то есть, вот как бы весь октябрь в разные года по-разному. То есть, в года, когда у нас выборы в Сенат, как в этом году, значит, дно было чуть раньше, значит, в года, когда не было никаких выборов, дно было чуть позже, но, тем не менее, в октябре статистически мы видели дно. Опять-таки, это не гарантия, но, тем не менее, исторически больше шансов, что мы получим все-таки этот сезонный тренд. Ну, еще одна крайне интересная статистика, я думаю, что многие из вас слышали и каждый день, наверное, читают, значит, различные мнения по поводу того, что мы сейчас получим 2008 год, что вот, там, рынки упадут еще на огромное количество, там, десятков, сотен тысяч процентов. Вот, но дело в том, что вот, как я и писал у себя в Телеграм-канале, что на каждый 2008 год мы можем привести минимум два примера, когда ситуация была обратная. И вот мы видим с вами статистику, очень интересная. Значит, здесь выборка по годам за последние, там, не знаю, сто лет, наверное, по годам, когда до сентября, с начала года до сентября рынки падали. И статистика, которую мы получали с вами дальше. Значит, следующий квартал и следующих два квартала и следующих четыре квартала. Так вот, на 2008 год, когда действительно в следующий квартал, следующие два квартала и следующие четыре квартала рынок испытывал падение, также есть у нас еще 2001 год, это пузырь доткомов, во всех остальных случаях мы наблюдали с вами очень и очень большой рост. То есть шансы на то, что конец года, до конца года мы получим с вами рост, на сегодняшний день составляет более 90%, исходя из исторической статистики. Что вкупе с ожидаемым пивотом от Федрезерва и пивотом других центральных банков, мне кажется, делает вероятность роста еще более высокой. Подчеркну, не 100%, то есть не нужно мне потом в комментариях писать, вот там прогноз не оправдался. Ребята, любой прогноз имеет вероятность на основу, в том числе мой. Нету хрустального шара, я не ванга и так далее, не гуру, даже не гуру, которых в интернете огромнейшее количество. Еще одна очень интересная статистика, на которую я хочу обратить ваше внимание, это процент компаний, которые сокращают свои прогнозы по прибылям и по, соответственно, будущим продажам. Дело в том, что на сегодняшний день процент таких компаний находится в районе исторических максимумов. То есть очень много компаний, очень много бизнесов сокращают свои прогнозы. То есть они ожидают, что, то есть пересматривают свои ожидания в худшую сторону. То есть ожидали заработать миллиард, значит заработаем, например, 950 миллионов или 900 миллионов. Ожидали продать там на 5 миллиардов, соответственно продажи будут 4,5 и так далее. И что в этом хорошего, спросите вы? Да я вам отвечу. Дело в том, что рынки это машина по предсказанию будущего. То есть вот эта ситуация, она уже в значительной степени находится в ценах. И если вы мне не верите, посмотрите на этот график и сравните его с динамикой индексов, с динамикой S&P 500. То есть как только эти значения достигали своих исторических максимумов, как правило на рынке наступало дно. То есть мы начинали проходить вот этот вот пик падения и дальше, соответственно, наблюдали рост. Почему так происходит? Да все очень просто. Рынки прасят будущее. То есть как только негатив в экономике достигает некого апогея, дальше мы можем ожидать, что будет какое-то улучшение. Соответственно, если там центральные банки все-таки достигнут своих таргетов по ужесточению монетарной политики и дальше рынки начнут прайсить некое ослабление монетарной политики, все это позитивно скажется на ожиданиях бизнеса и на чем, конечно же, на рынках, которые начнут прайсить вот это вот улучшение в экономике. Но еще, друзья, один очень крайне интересный факт. Что мы с вами имеем? Мы имеем с вами беспрецедентный рост доллара. Доллар растет. Действительно, ликвидности становятся долларовые меньше. Доллар растет. И к чему это приводит? Это приводит к тому, что практически все финансовые инструменты к доллару падают. Это касается рынка акций, это касается золота, недвижимости, облигаций. И криптовалюты можем сюда добавить, но график будет не очень красивый за счет разной волатильности. Но что мы с вами знаем? Что если этот пивот все-таки состоится, а с технической точки зрения очень много шансов, потому что здесь у нас просматривается своего рода климакс покупок, то есть как фундаментально мы понимаем, что пивот вот он где-то должен произойти, так и технически, мы можем ожидать, что в обозримом будущем индекс доллара начнет корректироваться. А что происходит, когда индекс доллара корректируется, друзья? А вот что происходит. Все активы начинают расти. Начинают расти акции, начинает расти недвижимость, золото, облигации и, конечно же, растут криптовалюты. Давайте уже вернем, соответственно, биткоин сюда и посмотрим, как это выглядит. Вот не очень красивый график, но, тем не менее, суть, я думаю, понятна. О чем все это нам говорит, друзья? А говорит нам это все об одном очень простом факте, что несмотря на будущую волатильность, несмотря на то, что мы не можем с вами предсказать, где у нас точное дно, ситуация для того, чтобы покупать риск здесь и сейчас крайне благоприятная. И, в принципе, это то, что делаю я и то, что рекомендую делать как своим студентам, так и инвесторам, которых я веду. Ну, а если вам интересно узнать подробнее о том, какие инструменты я использую для определения текущих кондиций финансовой системы, а также какие инструменты я использую для выбора инвестиций и для определения точек входа, то пишите мне в Telegram, где всю необходимую информацию вы сможете получить по предварительной записи с 25% дисконтом. В общем, друзья, на этом у меня, пожалуй, все. Если понравилось видео, лайк, подписка и увидимся в следующих видеороликах. Спасибо за внимание. Пока-пока.